Почему Путин вас помиловал? Вот, кстати, вы знаете, я очень много спрашивал у разных людей, когда вы сидели. Вот, я не знаю, от Людмилы Улицкой до Ирины Хакамады, от огромного количества людей, Валерии Новодворской и так далее, и так далее. Вот Ходорковский выйдет на свободу, и все они говорили, пока Путин жив, нет. Почему Путин вас помиловал? Ну, интересный вопрос. Ну, мы должны с вами понимать, что Путин, конечно, такой типичный бандит. С большой дороги? Ну, я не знаю, что там с большой, с маленькой, так сказать, с переулка, не знаю. Ну, он такой типичный бандит, типичный разводящий. Вот я таких бандюков видел не так мало, он умный бандит, его отличия. И, как и все умные бандиты, он и прагматичен, и в определенном смысле сентиментален, и в определенном смысле понятеен. Даже сентиментален. Да, конечно, конечно, конечно. И, наверное, так сказать, прагматизм бы до последнего времени, к слову, последнее время, он себе позволяет быть более эмоциональным. Возраст? Да, да, да. Ну, и возраст, и вообще он уже считает, что, так сказать, все нормально у него. Ухватил за бороду? Да, да, да. Ну, уже практически сам на его месте. Вот, но он достаточно был прагматичен, и, конечно, если бы прагматизм ему говорил, что не нужно выпускать, он бы не выпускал. А так, он же мне изначально, ну, не мне, другому человеку, но этот другой человек мне передал, сказал, что в восемь лет, пускай, баланду похлебает, получилось десять. Вот. А во-вторых, возникла прагматичная ситуация с Олимпиадой, когда он хотел наладить отношения с Западом. И освободил, что он не только меня, но и пусирает. То есть это был тоже аргумент. Ну, и, наконец, сентиментальность, да, конечно, то, что, так сказать, мама. То, что он понимал, и это была правда, и это так и оказалось, что если бы я вышел по сроку, то я бы, маму бы не застал живой. А так, тоже, конечно, вот бюрократия, так сказать, сентиментальность и бюрократия. Он меня отпускает к маме, а маму в это время отпускают из больницы. И она последний раз возвращается в Россию, в Москву. Так меня к ней не отпускают, меня под конвоем доставляют до борта немецкого самолета, отправляют в Берлин, где она до этого была в больнице. И мама прилетает в Берлин ко мне уже из Москвы и остается там. Ну, она еще один раз, правда, вырывалась на несколько дней в Москву. В Берлин. Из Берлина. И возвращается там, и, в общем, она умирает. Это мы и отец с ней до конца. Вот, кремировали ее там, в Берлине. Ну, а прах уже захоронили в Москве. Поехали. 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 Продолжение следует...